Утро на Елисея Что ваш ресторан сгорел вместе с вашей станцией и вашей курицей? Чёрт! Что очень жилистый? Да. Такими счётами в советское время пользовалась не только официантка из известного фильма. Без этого простого приспособления не обходился ни один работник, который имел отношение к бухгалтерии и финансам. Вот моё рабочее место в Новоселовском районе. В банке я работала. Вот наш, видите? Везде за столами счёты, больше ничего не было. Даже ритмометра в то время не было. Для человека, всю жизнь работающего с цифрами, счёты – это не просто коробочка с деревянными костяшками. Будучи бухгалтером в городском совете ветеранов, Галина Викторовна нередко вспоминает, как окончила финансовый техникум и начинала свою карьеру. Детство моё золотое. Почему? Сколько я себя помню, у нас даже дома всё время эти счёты были, потому что у меня мама работала бухгалтером. В данной витрине у нас представлен один из древнейших экспонатов. Это счёты. Счёты конца 19 века. Им более 100 лет. И видите по их состоянию, что достаточно хрупкий предмет. И даже из витрины доставать не стоит. Именно ими пользовались сотрудники Енисейского казначейства больше сотни лет назад. Главный инструмент финансистов и ревизоров того времени требовал математических способностей. Ведь пользоваться этим гаджетом и разобраться во всех строчках и костяшках не так-то просто. В счётах 10 строчек. Каждая строчка – это разряд. Начиная с единиц, заканчивая миллионным разрядом. Для удобства чёрными костяшками отмечены тысячный разряд и миллионный разряд. Также каждый разряд разделён напополам тоже чёрными костяшками, которые обозначают пятёрки. Если счёты использовались для простого арифметического действия, сложения, вычитания, то вот это приспособление – арифмометр фирмы «Феликс» позволял умножать, делить и даже вычислять корень квадратом. Когда точно появились счёты, неизвестно. По одной из версий их привезли из Китая. Там есть похожий инструмент, который называется «суаньпань». Но по другой версии придумали всё-таки на Руси в середине 17 века. Представить советскую торговлю без увесистых счётов на прилавке невозможно. В середине 90-х им на смену пришли калькуляторы. Но сейчас на рынке можно встретить тех, кто помнит, как ими пользоваться. Раньше в магазинах такие были. А я как бывший бухгалтер училась. Я училась на них считать. Потом уже начали на машинках считать. Да. Вы видите сейчас что считаете? Ну, чуть-чуть, да. Десятки, сотни так. Ну, маленечко. Если я сейчас вспомню, то, наверное, сосчитаю. Проходили во втором классе. Как сейчас этим пользоваться я уже не вспомню. В старые времена, когда были отделы, когда не было... Ну, были сначала кассы, а потом кассы убрали. Мы работали на живые деньги, считали всё на счётах. Машинок ещё не было тогда. Это сами любили бой. Я любила сильно вот это, щётки. Немного научились пользоваться счётами за время съёмки сюжета Ксения Серебренникова и Артём Иванов.